Здравствуйте! В эфире программа «Пределы возможного». Сегодня о самых сложных полетах на аэростатах, о пределах возможности человека и не о вероятном рекорде, который установил наш земляк Лев Маврин, воздухоплаватель-испытатель с мировым именем. Переплюнуть агента 007 Джеймса Бонда воздухоплаватель Лев Маврин не собирался. Но так уж произошло. Это случилось в 2003 году. Именно тогда друг Дмитрий Киселев пригласил его отправиться вместе с ним в Альпы Верхнего Прованса, во Францию. Это место было выбрано не случайно. Дмитрий занимался бейсджампингом, экстремальным видом спорта, в котором используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Вердонский каньон во Франции – одно из любимых мест для прыжков-бейсеров всего мира. Воздухоплаватель планировал совершить полет в каньоне. О пролете под мостом этого каньона речи не шло. Он был очень узким. Его ширина равнялась 50 метрам, в то время как высота аэростата достигала всего 18. Однако Лев Маврин не раз совершал полеты в горах Кавказа. Определив, как ведет себя ветер, он понял, как пройти под мостом Вердонского каньона. Подлетел к каньону, в глубину каньона, повернул на 90 градусов, прошел под мостом, вынадунул и сел. Я не знаю, когда кто-нибудь когда-нибудь в мире соберется это повторить. Друзья были поражены, сказав, что он переплюнул самого агента 007. Оказывается, в фильме «Осьминожка» Джеймс Бонд под похожим мостом пролетел на реактивном самолете. В эту зиму, когда праздновали 50-летие Джеймса Бонда, я этот фильм «Осьминожка» посмотрел. Посмотрел, как он там пролетает. Понятно, на реактивном самолете, это компьютерная графика, под мостом, мост в большом американском каньоне, похож на Вердонский каньон. Там ширина его огромная, это компьютерная графика. Вердонский каньон очень узкий. Никакой самолет Джеймса Бонда там бы не прилетел. Но Лев Маври на своем аэростате сумел совершить этот сложный полет. Теперь достижение нашего земляка занесено в Европейскую книгу рекордов. С тех пор, как братья Монгольфье изобрели воздушный шар, аэростаты порядком изменились, пилоты поднаторели и совершили уже не один успешный полет. Но вместе с тем, история воздушных полетов изобилует примерами научного мужества и трагических ситуаций. История высокогорных восхождений, так же, как и высотных полетов на аэростатах и на воздушных шарах, изобилует примерами одновременного научного мужества и трагических ситуаций. В 1875 году два французских аэронавта Теодор Сивиль и Жозеф Крочи Спинелли решили установить рекорд. Они хотели подняться на максимально возможную высоту на воздушном шаре. На борт в качестве ученого был приглашен Гастон Тесадье, воздухоплаватель, химик и метеоролог. Для безопасности по совету французского физиолога Поля Бера все они взяли с собой мешки с кислородно-воздушной смесью. Взяли шар, который наполнялся не горячим воздухом, а светильным газом, так называемым, водородом, и рассчитывали подняться на 8,5 тысяч метров. Это по тем временам была рекордная высота. Надо сказать, что известный французский ученый Пол Берр очень много работал над физиологией высотных подъемов. Его перу принадлежит книга «Барометрическое давление». Он установил, что при подъеме на высоту человеку может грозить гипоксия, кислородное голодание, которое может привести к летальному исходу. Он предлагал при восхождениях, при высоких подъемах использовать кислород. К сожалению, тогда не знали жижного кислорода, правил сжатия, сжижения, поэтому кислород брали в мешках, собственно, под небольшим давлением, запас был небольшой, но, как полагал Пол Берр, этого должно было хватить для того, чтобы, так сказать, дышать на высоте 8 тысяч метров и далее уже подняться на ту рекордную высоту, которая могла запомнить. Когда шар поднялся ввысь на земле с замиранием сердца, ждали возвращения команды, которая должна была показать хорошие результаты. Шар вернулся примерно через два часа, но аплодисментов, которыми хотели наградить первопроходцев, не было. Когда этот воздушный шар пустился на землю, оказалось, что из трех членов экипажа только один, вот этот Тесанье, остался жив. Два его попутчика, два его коллеги погибли от гипоксии. И, как потом вспоминал в своих записках сам Тесанье, было настолько внезапное проявление действия гипоксии, что буквально руки действительно отказали, хотя мысль, в общем-то, о том, чтобы попытаться, так сказать, подышать, была. Но, тем не менее, сделать ничего не успею. Эта трагедия потрясла научный мир. И на какой-то период высотные подъемы прекратились. Однако произошедшее послужило поводом для усовершенствования кислородного дыхательного аппарата. Многое для этого сделал Польбер. Впоследствии это открытие спасло не одну жизнь. Сегодня кислородные маски используют для высотных полетов. При подъеме до 5000 метров они не требуются, но умение справляться с самыми разными форс-мажорными ситуациями важно на любой высоте. Верх мастерства избежать в полете всех возможных эксцессов, просчитать его до мелочей. Так, например, нужно было сделать при подготовке к первому полету при температуре минус 43 градуса. Удался ли он, узнаем дальше. В 1995 году воздухоплаватель Лев Маврин отправился в Красноярский край в город Хатунгу. Через него обычно осуществляются забросы всех экспедиций на Северный полюс. За неделю до вылета пришло сообщение, что последние две недели столбик термометра в Хатунге опускался до минус 43 градусов. Воздухоплаватели совершают полеты зимой, но при такой низкой температуре никто не летал на тепловом аэростате. Пропано-бутановая смесь при температуре минус 40 градусов сжижается. Поэтому будет всего один час времени, когда мы теплые баллоны с пропановой-бутановой смесью вынесем из теплого помещения на открытый воздух. И все будет только час. То есть у нас будет час наполниться, совершить полет и сесть. Все это было в теории. Никто не знал, как на практике поведет себя аэростат. Что будет при такой низкой температуре с его оболочкой. В назначенное утро полета оборудование вынесли на мороз, наполнили тепловой аэростат и отлетели. Начался отсчет времени, через которое пропано-бутановая смесь должна была сжижиться. Пилот должен был успеть приземлиться. Я смотрю по времени уже где-то 45 минут. Классные фотографии, когда тундра с высоты 100 метров выглядит как лес высотой 50 метров, занесенный по самой макушке. Захожу на посадку. Оболочка легла на землю. И она так лежит шатром. Проверяю, как же газ выходит из горелок. А он уже сам сжижился такой струйкой желеобразный. Так вылез и все. Думаю, надо же, как приятно быть опытным пилотом. Дальше никто не представлял, как будет выглядеть оболочка во время полета при температуре минус 43 градуса. Объясняю для всех. Процесс сгорания пропано-бутановой смеси. У нас с вами на выходе образуются пары воды и углекислый газ. Пары воды начинают конденсироваться ровным слоем по всей оболочке изнутри и замерзать. И оболочка изнутри становится стеклянная. Вот этот хруст тонкого льда – это непередаваемый, можно сказать, звук. И такое ощущение, что оболочка начинается ломаться. Первый полет при температуре минус 43 градуса прошел успешно. Но после него у пилота почти сутки ушли на то, чтобы привести оболочку в должный вид и высушить ее. В теплом помещении ее пришлось перелистывать так, чтобы лед, который образовался внутри, оттаял. В 90-е годы многим воздухоплавателям запомнился еще один полет. Он проходил в период военной напряженности в Ираке. Но события там развивались несколько иным образом. О них речь пойдет дальше. В апреле 1995 года основатель российского воздухоплавательного движения Лев Маврин отправился в Багдад. Это был совместный проект по развитию этого спорта в республике Ирак. Мы туда приехали за две недели пораньше до рождения Саддама Хусейна. Ибо день рождения Саддама Хусейна 28 апреля. Это национальный праздник. Мы туда привезли оболочку с его портретом. И задача состояла совершить полет из чаши Олимпийского стадиона над Багдадом. На мой вопрос к иракским военным. А можно ли карту Ирака? Мне было отвечено, вы что, то есть Багдада, вы что, она секретная карта. У нас сейчас состояние войны в Соединенных Штатах. Мы вам не можем дать никакой карты. Я говорю, как мне быть? Ну вот мы вам дадим какого-нибудь из службы безопасности, который вам будет подсказывать. Понятно, что он русский и не знает. Воздухоплавателю было запрещено использовать радиостанцию. Обратной связи с русскоговорящей командой не было. Несмотря на все эти трудности, полет над Багдадом был совершен. Лететь надо. Пяти тысячный стадион, когда мы стали наполнять оболочку, и появился портрет президента республики, стал. Это надо было видеть. Военные отдавали честь. Это было впервые в жизни. Температура была плюс сорок. При этой температуре практически мы никогда не летаем. Штиль стоит. А опыт или он есть, или его нет. Ты понимаешь, что надо взлететь, отлететь, найти пятачок в сказочном городе Багдаде и это сесть. Вы хоть были хоть как раз в городе, где шли боевые действия, где на каждой крыше высотного дома стоит четверенный зенитный зенитный пулемет. Нет, не летали никогда? А когда на каждом углу стоят там БТР и автоматчики. Но для иракского народа портрет президента Хусейна это как бы основной пропасть. Стоит офицер на крыше около четыренной зенитной пулеметной установки и мне отдает честь. Это надо было. Сели мы около здания Министерства внутренних дел. Человек шесть бежало с автоматами, передернули затвор, не понимая, что это за чудо прилетело. Но когда увидели портрет, все встали. Лев Маврин в качестве пилота ездил в Ирак на протяжении пяти лет, пока в стране не началась война. Опытные пилоты говорят, что полеты в сложных условиях конечно запоминаются больше всего. Но самое памятное все-таки те, в которых все происходит штатно, когда радует красота земли и погода, когда любуешься и наслаждаешься полетом, понимая, что в это утро все сложилось так, как в ближайшие 99 лет может и не сложиться. И на этом наша программа подошла к концу. До скорой встречи в эфире. Твой обычный день в офисе. И ты, как всегда, загружен работой. Документы, звонки, отчеты. Опять звонки. Пора бы сделать и перерыв. Оторваться от бумаг и посмотреть на что-нибудь приятное. На собственного ребенка, к примеру. Ну, или на собственную машину. Что? Что-то не так? С ребенком или с машиной? Ага, ты все-таки вспомнил. Детское сидение. То, чего так давно не хватало твоему автомобилю. Ну и твоему спокойствию получается. Детскоеfeito – yeah. Детскоеです. Детскийさ